Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я ее ведущий Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Какое место в деятельности уполномоченного по правам человека занимают проблемы человека с инвалидностью? Я для себя, конечно, взяла за правило каждую новую рабочую неделю начинать с того, чтобы смотреть, какие есть обращения людей с инвалидностью. Почти год понадобился Валентине Шориной, жительнице столичного района Ясенева, чтобы в ее подъезде старый пандус поменяли на новый. Я просила, чтобы установить подъемную платформу. Авторы инновационных технических средств реабилитации – студенты. Когда я доработал с командой мой пандус, мы привлекли инвестиции, наладили серийное производство. Кино без барьеров 2014. Более 50 картин разных жанров, снятых на высоком профессиональном уровне. Смотрите прямо сейчас. На протяжении трех дней внимание истинных ценителей кинематографа было приковано к седьмому международному фестивалю «Кино без барьеров». Из сотен фильмов, поступивших в адрес отборочного комитета из 26 стран, на суд жюри и зрителей было представлено более 50 картин разных жанров, снятых на высоком профессиональном уровне. Настоящий кинематограф. Там не было скидок никаких. Очень много поисковых, таких, я бы сказал, авангардных, в лучшем смысле этого слова, картин. Полноценный фестиваль. Мы рады были с таким интересом все это дело отсмотреть. Это действительно высокого уровня фестиваль. Он редкий. Картины прекрасные. И после них хочется жить. Самой жизнеутверждающей картиной, а в конкурсной программе есть и такая номинация, была признана лента «Мой путь к Олимпу». Герои фильма – лучник без рук, парализованный игрок в боче, пловчиха без ноги и другие спортсмены готовятся к главным стартам в своей жизни – Паралимпиаде. Но это фильм не о спорте, а о людях, их характерах и судьбах. Герои австралийского фильма «В пути» отправляются на квадроциклах по местам аварий, которые навсегда изменили их судьбы. Пять тысяч километров проходят по пустыне и бездорожью. Часть пути они преодолевают без сопровождения и связи. Честная, наполненная грубоватым юмором картина – это путешествие в глубины сознания, попытка примириться со своим прошлым и принять себя. «Впечатления просто не бывало, потому что я понимаю в какой-то момент, я понимаю, насколько это тяжело, потому что я завелась тоже квадроциклом и знаю, какие-то проблемы возникают в передвижении, управлении квадроциклом и как это очень отдает на спину. Я понимаю, вот для них, для них это адский труд проехать пять тысяч километров». Человек с инвалидностью, как любой другой, имеет право на личную жизнь. Двое молодых парней решают помочь своему приятелю с особенностями развития найти подругу, для чего отправляются в путешествия. Снятая с юмором, романтическая картина заставляет задуматься об одиночестве, о понимании и любви. Инея Габино, сыгравший по сути самого себя, получил приз в номинации «Лучший фильм о людях с ментальной инвалидностью». А победителем в номинации «Лучший фильм о правах инвалидов» стала картина российских документалистов «После войны». Она рассказывает о судьбе чудом выжившего молодого бойца, который получил в Чечне смертельное ранение в голову. О преодолении отчаяния, о его стремлении снова научиться жить. К рассказу о фильмах участниках фестиваля «Кино без барьеров» мы еще вернемся в ближайших выпусках нашей программы. Что должен человек с инвалидностью знать о своих правах и куда ему обращаться, если эти права нарушаются? Об этом мы будем говорить сегодня. У нас в студии Татьяна Александровна Потяева, уполномоченная по правам человека в городе Москве. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте. Потяева Татьяна Александровна. Коренная москвичка. Выпускница Государственного педагогического института имени Ленина. Свободно владеет несколькими иностранными языками. 25 лет проработала директором Московской лингвистической гимназии номер 1531. Автор многих инновационных программ в области образования. Избиралась депутатом Московской городской думы. Работала в комиссиях по образованию и по социальной политике и трудовым отношениям. Одновременно возглавляла общественную комиссию по поддержке людей с инвалидностью. После истечения депутатского срока получила приглашение на работу в Департамент социальной защиты населения города Москвы, где в должности замруководителя курировала вопросы социальной интеграции инвалидов и кадровую политику департамента. В сентябре 2014 года назначена на должность уполномоченного по правам человека в городе Москве. Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник просвещения, кандидат экономических наук. Вы у нас сегодня первый раз в студии в новом статусе. Мы от всей души вас поздравляем с новой должностью. Спасибо большое. Спасибо. И, конечно, наш первый вопрос. Как ваша новая должность будет связана с работой с инвалидами, отстаиванием их прав, семей инвалидов, детей инвалидов? Ну, вот именно в этой зоне ничего нового для меня нет, потому что вся моя предыдущая деятельность была связана именно с семьями, воспитывающими детей инвалидов, с инвалидами молодого возраста, инвалидами пожилого возраста. И основные обращения, которые имели место быть Департамент социальной защиты населения, они так или иначе касались нарушений прав инвалида. Либо нарушения на предоставление санаторно-курортного лечения, либо на нарушение прав по предоставлению возможности реабилитации ребенка-инвалида, либо недостаток технических средств реабилитации и многие-многие другие вопросы. Поэтому, наверное, просто еще более жесткие акценты в моей деятельности должны здесь быть поставлены. Так построить свою работу, чтобы она была эффективной с точки зрения связи со всеми органами исполнительной власти. Я вот уже сейчас за короткий достаточно период познакомилась с тем, как работает аппарат уполномоченного. В основном в аппарат обращаются те люди, которым уже на всех уровнях было отказано. И все-таки аппарат уполномоченного находит те элементы, которые были действительно неучтены и действительно в некоторой степени были ущемлены права человека с инвалидностью. Поэтому еще раз привлечь внимание органов исполнительной власти, ведь часто вопросы решаются не на самом высоком уровне, а на среднем, низком уровне, и человек получает соответствующий ответ. А стоит вмешаться в ситуацию руководителю департамента или заместителем руководителя департамента, и вопрос получает несколько иное освещение. Очень хотелось бы, чтобы эти мосты между уполномоченным по правам человека и органами исполнительной власти являлись тем рубежом, в рамках которого можно привлечь внимание к проблеме каждого конкретного человека и все-таки максимально помочь ее разрешить. Или хотя бы объяснить человеку, какие у него еще есть возможности для решения своей проблемы. Еще школьницей она мечтала о небе и бескрайних космических просторах. Успешно окончила Московский авиационный институт, но судьба распорядилась иначе. Перестройка круто изменила жизнь многих людей. И не только перестройка. Я хотела на космодром поехать, заниматься запусками ракеты. Не получилось. Ну еще сын родился, конечно, тут уже все, можно сказать, он повернул просто в другую сторону моей жизни. И пришлось его проблемами заниматься, то есть с ним, очень много с ним, с ним. У Сережи диагностировали ДЦП в тяжелой форме, и все усилия молодых родителей, живших тогда в студенческом общежитии, были направлены на его реабилитацию. Лишь спустя годы они решились на появление в семье еще двух детей. Мы как бы никогда руки не опускали. То есть всегда была надежда, что что-то может чуть получше, чуть лучше. Но вот, к сожалению, так вот он и не говорит, и не ходит. Но интеллект хороший, и мне с ним даже легче, наверное, чем с другими детьми. У него характер очень хороший, он очень добрый. Сергей окончил школу технологии обучения по индивидуальной программе. Овладел компьютером, увлекается шахматами. Этот год для семьи был богат на радостные события. Во-первых, у старшей дочери родился сын Степан. Во-вторых, в семье появился Сережа-младший. Ну, хотела кого-то взять из детского дома, но у меня мысль сразу была, это именно ребенка инвалида, то есть не здорового, потому что, ну, здоровых возьмут те, кто, да, кто может взять здорового. Я в теме, то есть у меня есть большой опыт, и мне, наверное, хотелось просто этот опыт вот передать. Естественно, жена консультировалась со мной. Идея исходила от нее, я не против, я ее поддерживаю во всех точнаниях. То есть она человек положительный, глубоко у нас. Общительный по натуре, Сережа быстро нашел контакт со всеми членами семьи. Еще в интернате он увлекся настольным теннисом, а переехав в Москву, начал заниматься слэдж-хоккеем. Люблю дома там потренироваться. Ну, обычно у меня тренер говорит, заниматься дома побольше шайбы, это с ракеткой, теннисом, с мячиком. Ну, обычно он все время уходит на читать книги и тренироваться. Он очень общительный, он очень контактный, с ним интересно, и как-то он сразу становится душой компанией, что ли. И он быстро влился в нашу семью, очень быстро. Они привыкли во всем рассчитывать на себя. Но долгое время сталкиваясь с проблемами, которые хорошо знакомы многим семьям с детьми-инвалидами, Ирина решила обратиться к уполномоченному по правам человека. Неработающий подъемник в подъезде, отказ в выдаче специальной коляски и другие нерешаемые годами вопросы нарушают, по мнению Ирины, права ее детей на развитие и полноценную жизнь. Визит к уполномоченному начинается с оформления обращения, по которому после его рассмотрения заявителю будет дан ответ. Здравствуйте. Что у вас привело в аппарат уполномоченного по правам человека? Здравствуйте, Татьяна Александровна. Ну, привело положение, в котором оказалась наша семья. Проблема выйти из дома. Так как мы много перемещаемся. Квартиру мы получили 10 лет назад. Квартира была приспособлена для инвалида-колясочника. Но так как у меня сын инвалид на коляске. У нас дом, 4 подъезда. Там на первых этажах живут такие люди. В каждом подъезде стоит подъемник, хороший подъемник, который раскладывается. Но он уже очень давно не работает. Но, наверное, мы им пользовались, может, раза два всего лишь. Это какой адрес улицы? Какая у вас? Это Северный округ, Дубницкая улица. Проектом предусматривалось, что управлять подъемником будет консьержка. Но дежурной в подъезде так никогда и не было. Необходимо обратиться в управу. Они должны в кратчайшие сроки либо вывести эту кнопку, либо обеспечить доступ ваш личный для того, чтобы вы могли решить проблемы с вашим ребенком. В управу управления соцзащитой или в управу района? Нет, нет, нет. В управу района. Социальный отдел, да, наверное? Зачем? Просто в управу. В управу. Они отвечают за то, чтобы в их подъездах работали все средства приспособления, которые необходимы для того, чтобы инвалид себя комфортно чувствовал. Но вместе с тем аппарат уполномоченного тоже напишет свое обращение в префектуру с тем, чтобы решить вопрос в максимально короткие сроки. Так, еще есть какие-то вопросы? Есть, еще есть вопрос. Так как у меня опорники, нам нужны коляски. Коляски дают прогулочная, комнатная, пожалуйста. Но не учитывается особенность, особенность организма, особенность вот даже, так сказать, фигуры, особенность физических каких-то сложностей. Из-за сильно выраженного сколиоза сыну Ирины необходимы в коляске спинка и сиденье, повторяющие форму его тела. Современные технологии позволяют изготовить такую вставку, но ее стоимость очень высока. А компенсация за самостоятельно приобретенное изделие покрывает лишь малую часть затрат. Ну, давайте так, мы обратимся в ресурсный центр от аппарата уполномоченного, чтобы в индивидуальном порядке посмотрели на ребенка, посмотрели, какие особенности его телосложения и насколько действительно ему неудобна коляска, которая у нас есть. И если это нужно действительно в индивидуальном порядке, мы это делаем, такие закупки тоже производятся. Младшему сыну Ирины, увлекающемуся теннисом, нужна спортивная коляска. В индивидуальном порядке город приобретает их лишь паралимпийским чемпионом, выдающимся танцором. Сергею пока что можно будет подыскать более маневренную, чем обычную, коляску активного типа. Также на приеме был обсужден вопрос обучения Сережи. Ирина получила полезную информацию о санаторно-лесной школе номер 7, в которой учеба успешно сочетается с реабилитационными процедурами и спортивными занятиями. Спасибо большое. Очень хорошо. Ну, успехов вам, поскольку действительно та ножа, которую вы приняли на себя, она с одной стороны тяжелая, с другой стороны благодатная, вы делаете милосердное, доброе дело. Я думаю, что по вопросам доступности среды к вам будет очень много обращений. Ведь после принятия всех соответствующих законов и всех реализации многих целевых программ, многие инвалиды уже воспринимают на это, в общем-то, так и есть, что если где-то не создана доступная среда, это как раз говорит о нарушении их прав. Я с вами согласна, что если не созданы условия для выхода инвалида из дома и не созданы условия в том плане, чтобы он мог попасть в любое учреждение города Москвы, то, конечно, права инвалида в данном случае ущемлены. Сегодня правительство города уделяет этой проблематике огромное значение. Департамент социальной защиты населения и префектуры работали над созданием открытых данных по вопросам доступной среды, которые размещены на сайте правительства Москвы. Сегодня каждый инвалид, отправляясь в ту или иную точку города, может проанализировать, насколько доступна среда в той зоне, в которой ему придется путешествовать и отправить свой отклик. Я для себя, конечно, взяла за правило каждую новую рабочую неделю начинать с того, чтобы анализировать эти данные и смотреть, какие есть обращения людей с инвалидностью и, вне всякого сомнения, выстраивать свою работу с органами исполнительной власти для того, чтобы эти проблемы решать. Ну, а, конечно, и личное обращение инвалидов, если они будут, это будет подвергаться самому внимательному изучению и решению этих вопросов. Я думаю, совместными усилиями мы еще будем работать над улучшением качества приспособления среды города Москвы. Почти год Валентина Ивановна, жительница столичного района Ясенева, добивалась, чтобы в ее подъезде старый пандус заменили на новый. Ей пришлось написать десятки писем, прежде чем здесь появились перила для нового подъемника. Восемь лет Валентина Ивановна катала своего сына по этому примитивному пандусу. У Станислава ДЦП коляской он вынужден пользоваться с детства. Валентина Ивановна говорит, что если бы не годы, то никогда бы не стала ничего ни у кого просить. Но она пенсионерка, и здоровье у нее уже не то, что много лет назад. Не так давно и сама получила инвалидность. Я просила, чтобы установить подъемную платформу, потому что эта платформа подъемная, она приспособлена именно для таких колясок, которые мы сейчас получили в этом году с электроприводом. Она сама в себе очень тяжелая, а там как раз она заезжает очень удобно, фиксируется и спокойно поднимается и опускается. Первым делом Валентина Ивановна обратилась в отдел соцобеспечения. Здесь ее внимательно выслушали, приняли заявление и даже поставили в очередь. 28-й по счету. Объяснили, да, конечно, она имеет право, но в столице пандусы, подъемники и аналогичные технические средства реабилитации пользуются большим спросом. Когда я посчитала, что это 7 лет мне еще ждать, когда мне поставят, то, конечно, меня, в принципе, стало волновать о том, что как дальше будет время это проходить. Валентина Ивановна решила разорвать этот замкнутый круг и начала обращаться куда только можно. Однако из всех инстанций ответы приходили как под копирку – ждите. И тогда она отправила запрос в Государственную Думу. Владимиру Крупенникову. Следующим ее шагом было бы обращение к уполномоченному по правам человека. Но уже через две недели они сыном получили долгожданный ответ в виде никелированных поручней в своем подъезде. Засуетились сначала, значит, к нам пришли сначала из этого жилищника и попросили сделать опрос жильцов, потому что у них там по правилу положено не менее 10 подписей, что они не возражают постановки вот этой, значит, платформы. Подписей собрали намного больше. Ведь подъемник, как и пандус, необходим не только людям с инвалидностью. Ими с удовольствием пользуются и молодые мамы, которые гуляют с колясками и детскими велосипедами. Кратковременное домашнее заточение Станислава подходит к концу. Он и его мама очень надеются, что запуск в эксплуатацию подъемника долго ждать не придется. Я считаю, что очень много и серьезно мы должны работать с общественными организациями, с общественниками, с правозащитниками. И это именно те люди, если мы правильно выстроим эту работу, которые будут дополнительным таким рупором и информатором того, что происходит сегодня в городе. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Я от всей души вам желаю успехов в работе на новой должности. В общем-то, должность очень такая непростая. По сути дела, вы, так скажем, на острие ножа или лезвие находитесь, как правильно сказать. Вот. И, в общем, конечно, очень много будет обращений, надежд связано с вами. Поэтому наша передача будет вас приглашать. И мы вам желаем удачи и творческих успехов. Спасибо. Я думаю, что с вашей помощью и с помощью всех общественных организаций инвалидов мы будем совместно с органами исполнительной власти поправлять те недочеты и ошибки, которые на сегодняшний день имеют место быть. Спасибо. 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 Я напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Александровна Потяева, уполномоченная по правам человека в городе Москве. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Студенты и молодые инженеры создают инновационные технические средства реабилитации, которые могут сделать жизнь людей с инвалидностью намного комфортнее. Но реализация этих проектов во многом зависит от того, найдут ли они поддержку в нашем обществе. Программа «Технологии и возможностей» нацелена на оказание всесторонней помощи проектам социального предпринимательства в области решения проблем людей с инвалидностью. Презентация первых результатов ее работы прошла в Государственном техническом университете имени Баумана, который имеет многолетний успешный опыт обучения студентов с проблемами слуха. В жестовом языке, играющем в этом процессе важную роль, далеко не все научные понятия имеют свои обозначения. Решить эту проблему пытаются создатели мобильного приложения, своего рода видеословаря технических терминов. Другой проект — интернет-портал о слуховых аппаратах, который аккумулирует всю информацию об этих устройствах, сравнивает их характеристики и помогает слабослышащему человеку выбрать самый подходящий. О препятствиях на разных уровнях говорящая электронная трость предупреждает своего незрячего владельца разными голосами. 12, 7, 6, 10, 4, 3. При переходе улицы на трости включается проблесковый маячок, а благодаря встроенному навигатору она может даже подсказать маршрут. Сейчас целью стоит по доступной цене обеспечить людей с ограниченными возможностями тем прибором, который сможет им повысить безопасность жизнедеятельности и способствовать комфортабельности их быта. Создатели протеза руки поставили перед собой непростую задачу максимально приблизить по своим функциям искусственную руку к натуральной, обеспечив ей даже чувствительность. Мы намерены довести ее до того, чтобы она сходила с конвейера, потому что лабораторные разработки, которые, безусловно, мы слышали, это здорово, но оно нужно людям, конкретным людям, а не на конференциях, в журналах и где-то еще. Молодых инженеров объединяет талант и энергия, энтузиазм, но и неопытность в области бизнеса. Задача программы технологии и возможностей – сопровождение проектов, поиск деловых партнеров, помощь в планировании разработок и обучение предпринимательству. Пример успешной реализации проекта – компания по производству откидных пандусов, которые уже устанавливаются в подъездах Москвы. Я пришел в проектный бизнес-инкубатор, еще будучи студентом, со своей идеей пандуса. Мне помогли упаковать мой проект, написать бизнес-план. Далее, когда я доработал с командой мой пандус, мы привлекли инвестиции, наладили серийное производство. Лучшие команды программы технологии и возможностей были награждены стипендиями от спонсоров. Когда выходят решения с очень конкретных живых потребностей, это очень важный элемент. И второе, мы видели тоже экономические, организационные соображения. Это важно, чтобы хорошая идея имела путь, механизм, чтобы она стала практичной. И оба эти вещи мы в тех проектах, которые сегодня видели, они присутствовали. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115-184 Москва, улица Большая, Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8-495-656-05-91. Электронный адрес «Фактор жизни собачка» и «Андекс.ру». Архив программы на сайте инва.тв и на сайте ТВ-центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-центр. Субтитры подогнал «Симон»!